Я приветствую всех зрителей моего видеоканала. Не утихают страсти по кастрации у меня на канале, поэтому сегодняшний ролик посвящен истории кастрации. Оказывается, кастрация была известна как на Западе, так и в Европе с древних времен. Например, китайский император был окружен иногда несколькими тысячами кастратов, а его ближайшие помощники десятками кастратов. И кастрация была золотым билетом, который любому мальчику давала возможность служить при императорском дворце. Поэтому родители охотно отдавали своих мальчиков под ножи дворцовых хирургов в надежде, что те сделают карьеру. И те делали операцию. Дворцовому хирургу ассистировали целых три человека. Двое держали ноги, один руки. Он одним захватом ухватывал яички и пенис и кривым ножом отсекал сразу яички и пенис. Примерно треть мальчиков умирали от инфекционных осложнений и кровотечений. Те, кто выживали, дальше ходили с лавянными затычечками, профилактируя себе недержание мочи и служили у императора. При этом отсеченные гениталии в заспиртованном виде хранились у хирургов. И кастрату для доказательства, так сказать, права находиться во дворце, иногда требовалось предоставить свои гениталии в спиртовой колбочке, и показать, что вот, они маячки, они не при мне. А если кто-то по каким-то причинам их утрачивал, то они одалживали реквизит у товарищей. В Европе практика кастрации тоже была распространена. Это, видимо, пришло откуда-то из древности. В Европе не было социальных лифтов очень долгое время. Не забывайте про олигархическое строй общества, когда феодалы, аристократы владели всем, владели землями, владели ресурсами. Крепостные люди были бесправны. Единственным способом выдвинуться был какой-то уникальный талант. Так вот, кастратов готовили к певческой карьере. И родители также эффективно участвовали в этом социальном подъеме. Отдавали своих мальчиков под нож хирурга, когда удалялись и яички, и пенис. Кастратов, можно было узнать, они ходили с серебряными палочками, серебряной палочкой на веревочке. Они затыкали уретру и таким образом осуществляли профилактику недержания мочи. Кастратов учили певческому искусству особым образом. Скорлати, Гендель, Рассини писали специальные партии для кастратов. И хорошо известен пример Форинелли, который достиг карьеры. Но, к справедливости ради сказать, опять же, те, кто выживали после такой кровавой операции, из них только 10% достигали певческой карьеры. Очень интересный пример Османской империи. В Турции нельзя было иметь евнухов, так скажем, по мусульманским их законам. Но евнухов иметь было очень непрестижно. Поэтому евнухов брали из пленных людей, из славян, из европейцев, кого османцы умудрялись пленить. Хирурги также одним ударом ножа отсекали яички и пенис. Мальчики также ходили затычкой затыкать половой член. И выживал только 30% искалеченных мальчиков. Поэтому стоимость евнуха на рынке невольников была крайне высока. И Россия внесла вклад в практику кастрации. У нас приблизительно 17 века было развито скопческое движение. Скопцы – это те, кто удаляли себе мошонку. Это называлось малая печать Господня. И мошонку и пенис – это большая печать Господня. Они тоже ходили с гвоздиками, затыкали себе уретру, чтобы моча не капала. И ходили они с такой малой либо большой печатью. Интересно, что в скопческом движении участвовали даже женщины. Они отрезали себе грудь, малые и большие половые губы. Как только могли, оскопляли себя с целью таким образом служить Господу. На самом деле, церковь не одобряет скопчество, потому что организм, человек едино в своей триаде. Дух, душа, тело. И тело – это сосуд души, и тело не должно быть повреждено, потому что тело – это наш крест, и мы своим телом тоже служим Господу. А если мы какие-то свои соблазны, какие-то свои побуждения не можем контролировать, а удаляем их физически, чтобы ими не пользоваться, то таким образом мы не преодолели зов в плоти, а просто физически его удалили. И в этом нет никакой ценности. Более того, церковь против оскопления еще и вот почему. Дело в том, что аскеза имеет смысл именно в преодолении своих побуждений, как бы в переплавлении полового влечения в духовные дела. А если у человека нет полового влечения в силу отсутствия половых гормонов, и ему нечего переплавлять, то и рьяность, силы, отчаяние его служения не будут ничего стоить. Поэтому не занимайтесь ерундой, ребята, не думайте ни о какой кастрации, а думайте лучше о гармоничном развитии своей личности. А теперь пока!